Здравствуйте, друзья! С вами канал Простоучилка и я, Елена Владимировна. Сегодня я помогаю пятиклассникам решать вот такую контрольную работу на проценты. Ребята, давайте быстро к ней приступим. Я постараюсь быть очень простой в объяснении. Давайте, подтягивайтесь, кто не очень понимает тему процентов. Итак, читаем первую задачу. Площадь поля 260 гектаров. Горохом засеяно 35% поля. Какую площадь занимают посевы гороха? Ребята, легкая задача. Начальная, самая простая на проценты. Если вам дается общее количество, то вы сразу можете применить вот какую формулу. Я ее сейчас покажу. Отдельно вывешу подсказку на задачи на проценты. Итак, ребята, вот эта простая и удобная формула для вычисления процентов. Посмотрите, мы должны взять общее количество, а это 260. И узнают, сколько сидит в одном проценте. Мы знаем, что процентов всего бывает 100, поэтому мы разделим 260 гектаров на 100%. А потом умножим на то количество процентов, которое дается в задаче. То есть умножим на 35. И узнаем сейчас все. Давайте 260 прямо здесь поделим на 100. Для того, чтобы поделить на 100, нужно посчитать, сколько ноликов в числе 100. Раз, два. Запомнили, два нолика. Теперь я ставлю в конец нашего числа вот так вот маркер. Я отчеркиваю два знака влево, потому что ноликов было два в числе 100. Раз, два. Вот какое число получилось. 2,6 гектара сидит в одном проценте. А теперь я это число умножу на 35. Давайте я 2,6 в столбик умножу на 35. Быстро умножу. 5 и 6 – 30. 0 пишем. 3 запоминаем. 2х5 – 10 плюс 3. 13. 3х6 – 18. 28 пишем, 1 запоминаем. 2х3 – 6 плюс 1 – 7. Остается сложить. 0 сюда. 3 плюс 8 будет 11. 1 пишем, 1 запоминаем. 7 плюс 1 – 8. Да, 1 – 9. А теперь нужно посчитать, сколько было запятых. И в первом числе, и во втором до вот этой черты. Смотрим. Раз. Запомнили. Поставили в конец числа. И отчеркнули один знак. Вот сколько гектаров получится. Ответ – 91. 1 гектар сидит в 35% нашего поля. Это была легкая задача. Едем дальше. Друзья мои, сначала расставляем действия. Первое действие я сделаю в скобках, которое деление. Затем в скобках же сделаю сложение. Потом я применю умножение. Это будет третье действие. И только последним действием сделаю вычитание. И делаем первое действие. Ребята, я сразу столбик, ладно? 176,4 поделить на 16,8. Нехорошо, ребят, когда в делителе сидит запятая. От нее нужно избавляться. Как это сделать? Можно поставить маркер и вот так перенести запятую. Вправо. Ну, и здесь надо сделать то же самое. Перенесу запятую. Все, они исчезли. Я перепишу. Получилось 1764. Я избавилась от запятой. И здесь избавилась. Получилось 168. Все, делим. Берем 176. Сколько раз 168 поместится в 176? Один раз напишем 168. Делаем вычитание. Вычитаем, а с 16,8 будет 8. А все, здесь 0 уже, мы его не напишем. Сносим четверку. 84. Ну, маловато, да? Придется ставить 0, потому что 84 меньше, чем 168. Зато теперь я могу сюда поставить 0. Но так как целых 168 сидело 10 штук, я должна поставить запятую. Сколько раз 168 поместится в 840? Давайте проверим по первым двум числам. Вот так я сделаю. И вот так я прикину. Сколько раз 16 влезет в 84? Ну что, 5 раз? 5 и 6, 31. Давайте 5 попробуем. 5 и 8, 40. 0 пишем 4, запоминаем. 5 и 6, 30. Плюс 4. 34. 4 пишем 3, запоминаем. 1 умножить на 5 будет 5. Это плюс 3. 8. А, ребят, попали мы. Получилось у нас. А у кого так быстро не получается, может встудок проверить. Итак, результат первого действия 10,5. Теперь делаем сложение. Делаем второе действие. Нужно к 10,5 прибавить 9,68. Здесь пустота некрасивая. Давайте 0 поставим. Так можно. 0 плюс 8, 8. 5 плюс 6, 11. 1 пишем, 1 запоминаем. 1 плюс 9, 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 1 плюс 1, 2. Запятую сносим строго под запятой. В нашем втором действии мы получили 20,18. Теперь это число нужно умножить на 2,5. Давайте умножим. 20,18 умножаем. Итак, на 2,5 делаем. 5,8, 40. 0 пишем, 4 запоминаем. 1 на 5, 5 плюс 4, 9. 5 на 0, 0. 5,2, 10. Дальше. 2х8, 16, 6 пишем, 1 запоминаем. 2 на 1, 2 плюс 1, 3. 2 на 0, 0. 2х2, 4. Складываем. 0 сносим. 9 плюс 6, 15. 5 пишем, 1 запоминаем. 1 плюс 3, 4. 0 плюс 0, 0. И 1 плюс 4, 5. Теперь нужно с запятыми разобраться. При умножении мы должны посчитать, сколько знаков после запятой сидит и в первом числе, и во втором. Считаем. 1, 2, 3 знака. Запомнили? 3. Теперь ставлю в конец числа наш маркер и двигаюсь влево на 3 знака. 1, 2, 3. Вот какое число получится. 50,45. А теперь из 201 я должна вычесть вот это число. Вычитаем. 201 целая. Дальше у нас пойдет 2 знака. Поэтому поставлю запятую и поставлю 2 нуля. А теперь напишу 50 и сделаю так, чтобы запятые совпали, потому что у нас сейчас будет вычитание. А тут напишу 45. Вычитаем, ребят. Из нуля вычитать не можем. Придется занимать. Отсюда не можем занимать. Здесь тоже 0. Поставим девятку. А вот отсюда десяток займем. Из 10 и 5 будет 5. Из 9 и 4 будет 5. А здесь стал 0. Из 0 и 0 – 0. Теперь из 0 опять вычитать не можем, занимаем десяток. Из 10 и 5 будет 5. А здесь осталось 1. Напишем 1. И строго запятую сносим под запятой. Вот какой ответ. 150,55 вы напишите в равно. Ребята, теперь мы должны решить с вами задачу. Почитайте ее, пожалуйста. Всегда вообще задачу читайте. Три раза, потому что так она может быть сама решится. Но не решилась. Давайте вместе делать. В библиотеке 12% всех книг – это словари. А сколько книг в библиотеке, если словари в ней? 900. Я предлагаю такую задачу сделать пропорции. Стойте, никуда не убегайте. Я покажу вам, как это делается. Смотрите, 12% – это 900, а 100% – это мы не знаем. Давайте разбираться. Нам даны проценты и дано, сколько это словарей. Имеем право составить пропорцию. То есть 12 пишем в числителе, 900 пишем в знаменателе. А теперь мы узнаем, а 100% – это сколько. А когда мы чего-то не знаем, мы пишем х. Теперь, как решается пропорция? Мы нарисуем красивую бабочку. Сейчас мы помножим 12 на х. Помножим 900 на 100, а посередине поставим равно. Давайте делать. Вот и запишем. 12 умножаем на х. Получается 12х равно 900 умножить на 100. Отсюда 12х равно. Пишем 900 и добавляем 2 нуля. Раз, два. А отсюда х равен. Я должна взять 90 тысяч и разделить на 12. Почему? Потому что 12 смешало х со знаком умножения. А мы должны избавиться от 12. Мы перенесем его из левой части уравнения в правую. И поделим на 12. Давайте делить в столбик. Ну что, поскольку возьмем… Давайте по 7. Сами посчитайте, ребята, на листочке, да? Предположите, сколько это может быть. В столбик сделайте. 2х7, 14, 4. Пишем. 1 запоминаем. 1 умножить на 7 – это 7 плюс 1. 8. Вычитаем. Занимаем отсюда. Из 10 и 4 будет 6. И нолик спускается. 60 делить на 12 будет точно 5. Я проверяла, делила в столбик. Здесь будет 60. А теперь, после того, как я получила 75, я вижу здесь 0 и здесь 0. Я перенесу сюда 0 и сюда 0 и поставлю. Все, друзья мои, это ответ. Получается, что изначально в библиотеке было 7500 книг. Видите, как просто при помощи пропорции получить правильный ответ. Я вам очень крайне рекомендую этот способ. Друзья, перед тем, как решать уравнение, конечно, нужно к нему присмотреться. Посмотрите, здесь х и здесь х. Это подобные слагаемые. Я их для себя подчеркну, потому что я начну именно с них. Посмотрите, я сложу 8,3х и 1,5х. Точно получится 9,8х. А у кого так резво не получилось, ребят, на черновике посчитайте. Это не очень сложно. Просто чтобы времени не тратить, здесь было легко. Сразу напишу равно. Смотрите, 12 сейчас. Это просто число, оно нам мешает. Здесь уже живут х. Давайте перенесем 12 из левой части уравнения в правую. Только не забудем поменять знак. Сейчас 12 стоит с плюсом. Просто он невидимый, я его поставлю. Его не принято писать в начале выражений, примеров, уравнений и так далее. Но он тут есть. А переедет это число со знаком минус. Поэтому я напишу 95,3 и вычету 12. Вот так мы избавились от 12. Теперь напишем 9,8х равно. Давайте устно вычту. Теперь я должна дальше избавиться от всего, что мешает х. Сейчас мешает 9,8 нашему х со знаком умножения. Значит, я перенесу 9,8 из левой части в правую со знаком деления. То есть равно 83,3 я поделю на 9,8. Ребят, помните, да, что в делителе не должно быть запятых. Давайте сразу перенесем вот так и вот так. Когда вы в делителе сдвигаете на одну запятую, и в делимом тоже надо сдвинуть. Поэтому я напишу уже 833, а здесь я напишу просто 98. Так мы избавились от запятых. Сдвинули на один знак вправо. Берем целиком 833. Смотрим по первому числу, по девятке. Смотрим, сколько влезет девяток в 83. Ну, что-то на уровне 9,9,81. Но так как здесь еще восьмерка, то мне кажется, что 9 будет многовато. У кого не получается, пробуйте умножать в столбик отдельно на листочке. 8,8,64. 4 пишем, 6 запоминаем. 8,9,72 плюс 6. Получится 78. Да, хорошо, что мы так сделали, подстраховались. Почитаем. Из 13,4 будет 9. Из 12,8 будет 4. Получится 490. Но так как 98 поместилось в 833 полных 8 раз, я поставлю запятую. Дальше уже будет дробная часть. Теперь я умножу, ребят, скорее всего на 5. Знаете, как я догадалась? 5,8,40. В конце будет 0. Я попробую умножить на 5. 5,8,40. 0 пишем, 4 запоминаем. 5,9,45. А как раз плюс 4, 49, друзья. Все, победа. Ответ в этом уравнении у нас получился. 8,5. А вот теперь задача. Давайте ее читать. От мотка провода отрезали сначала 30%. После этого в мотке осталось 42 метра провода. Сколько метров провода было в мотке первоначально? Ребята, не надо паниковать. Давайте попробуем вчитаться. От мотка провода отрезали сначала 30%, затем еще 60% остатка. Давайте нарисую я этот провод. Вот весь этот провод. Пожалуйста. Отрезали 30%. Вот все, отрезали 30%. А потом отрезали еще 60% от остатка. То есть отрезали вот от этой части 60%. Ну, где-то вот столько. А давайте мы сейчас применим вот такой трюк. Я заклею вот так 30%. 30%. И вы всегда будете знать, что надо всегда читать любой текст 3 раза минимум. И мы рассмотрим, как будто бы наш остаток был целых 100%. Поняли, да? Я сейчас убрала 30%. Все, их нет. Я рассматриваю наш остаток как полностью 100%. А что я знаю про этот остаток? Я знаю, что от него отрезали 60%, а осталось 42 метра. А если в процентах? Ребят, было-то 100. Мы договорились, что это будет остаток 100%. Ну, 60 отрезали. А осталось 42. Так это в метрах, а в процентах? А так и 100, и через 60. Сколько будет? Ну, 40, конечно. А теперь я составляю мою любимую пропорцию. Посмотрите. 40% – это 42 метра. Которые остались. А 100% – это неизвестно сколько. То есть сейчас мы с вами узнаем весь вот этот кусок. Да, хитренько, но если разобраться, то не очень сложно. Давайте я проговорю еще раз. Мы закрыли тот ход, который нам пока не нужен. Мы будем разматывать эту задачу с конца. Мы предположили, что наш остаток – это и есть 100%. И стали его рассматривать. От этого остатка отрезали 60%. Но осталось-то 40. Вот здесь-то 40 осталось. И когда сказали, что 40 осталось, нам дали, сколько это в метрах. А это было 42 метра. А дальше мы стали составлять нашу любимую пропорцию. Это очень удобная штука. 40% – это целых 42 метра. А 100% – это сколько метров? Весь кусок – это сколько метров? Сейчас узнаем. Составляем пропорцию. Поехали. 40 умножить на х равно… Я сразу напишу 4200 и 2 нолика добавлю. Потому что 42 умножить на 100 – это все равно, что 41 дописать 2 нолика. Все. Отсюда х равен… Посмотрите, здесь мешало 40 нашему х с умножением, а переедет с делением. То есть я должна 4200… А я в столбик поделю, хотя так нельзя делать. Но у меня черновик, мне можно. Поделю на 40. Берем 42. Конечно, 41 раз по месяцу. Напишем 40. Затем 2. 0 съезжает. 20 маловато, товарищи, для 40. Придется ставить 0. Вот сюда. А теперь я снесу второй 0. Сколько в 200 влезет с сороковок? 5 штук. Только что, ребята, мы узнали удивительную вещь. Мы узнали, что в наших новых 100%, то есть в самом вот этом остатке, оказалось 105 метров. А вот теперь мы можем открыть и увидим, что когда здесь было 30%, сколько было на самом деле здесь. Забываем про 60%, забываем про 40%. Эта часть себя отработала, она нам больше не нужна. А сколько это было процентов, так это 70%, потому что 100 минус 30 будет 70. Напишем, что это 70%. Напишем, что это 70%. Вот теперь можно. И выясняем. И выясняем. 70% это 105 метров. А 100% это неизвестно, то есть х. Проценты я здесь написала, но хорошо, тоже напишу. Вот когда вы пишете уже само выражение числовое, не обязательно писать проценты, лучше даже их не писать. Да, ребята, я должна сказать, оформление, пожалуйста, смотрите по вашим тетрадям, потому что у каждого учителя оно свое. Но принцип работает точно правильный. Поехали пропорцию делать. Давайте. Умножу 70 на х, будет 70х. Поставлю равно. Опять 105 умножу на 100. Прямо быстро я напишу 105 и допишу 2 нолика. Мне останется всего-навсего написать, что х равен 10500. Опять неправильно поделю, но мне можно, я на черномяке делаю, а вы делаете красиво, под действием. На 70 я делю. Сколько метров провода было в матке первоначально? 150 метров провода было в матке первоначально. Ребята, не бойтесь решать задачи, пожалуйста, с процентами. И не забывайте делать вот это. Да? Три раза минимум читаем любую задачу. Может быть, все станет на свои места. И смотрите оформление по цитраткам. Да, ребята? А все на сегодня, ребята. С вами была преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. Друзья мои, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Очень помогает для развития канала. А если у вас есть какие-то трудные темы, вы обязательно мне их присылайте. Пишите номер из учебника или номер контрольный. Авторы учебника и ваш класс. А я вам помогу. Я уже многим ребятам помогла. И удачи вам на контрольных экзаменах, ребят. Ни пуха ни пера.